Приветствую вас, дорогие друзья! Во имя Иисуса Христа, слава Богу! Аллилуйя! Это чудесный, чудесный, чудесный день, когда нам еще подарена эта возможность проявлять Божью любовь на этой земле. Когда мы уйдем на небеса, мы для Бога уже ничего не сможем сделать. Все, что мы только сможем сделать для Бога, это живя только в теле. Когда мы придем на небеса, там будет все готовое. Ничего мы туда не принесем, поверьте. Но здесь, на земле, представьте, мы можем для Бога что-то сделать. И вот я перед проповедью буду говорить, что такое послание маленькое, что нам нужно осознавать. Мы иногда не осознаем, что мы верим в Бога. Мы верим в Бога по привычке, по инерции, машинально. Но мы не осознаем, что с нами происходит. Это чудо, преображение. И Господь, Он не забирает нас с земли, желая еще больше, чтобы мы стали похожими на Иисуса Христа. Чтобы мы были помазанными Его детьми. Аллилуйя. Поэтому я призываю вас всех просто размышлять. И Библия призывает нас, чтобы мы размышляли над Словом. Чтобы мы размышляли, размышляли, размышляли. И вы знаете, когда ты размышляешь, это все равно, что ты крутишь. Крутишь в чай сахар, в кофе сахар. Что ты размешиваешь. Вы померьте, что есть информация, которая приходит, но не усваивается. Мы можем даже сказать «Аминь». Мы можем сказать «Аллилуйя». Но оно не усвоилось внутри нас. И нету никакого производства, толка нету. Нету последования, плода какого-то. Вот поэтому нам нужно настроить свой разум осознанно. Что Бог сейчас будет что-то делать. Он будет меня вдохновлять. Он будет меня учить. Он будет исправлять меня. Он будет откуда-то выводить. И я вот еще, то, что мне Господь во время прославления сказал, что недостаточно просто откуда-то выйти. Выйти. Кто-то выходит из религии. Кто-то выходит из мира, из Египта, образно говоря. Нужно еще войти в обитованную землю. Мы слышим сегодня проповеди разные. Выходи там из церкви религиозной. Покидаю. Ну и вышел ты. А куда ты вошел? Ты потерялся. Тебя съели. Тебя растерзали. Вы поверьте, что когда ты выходишь откуда-то, тебе Бог должен показать, куда Он тебя ведет. Ведь Бог не просто вывел израильский народ из Египта. Он сказал конкретно, куда Он их ведет. И у них была уже понятно, прописана в их разуме цель. Это земля, обетованная, обещанная Богом. Где течет молоко и мед. Представьте, где не просто твои нужды восполнены. Где есть еще жизнь с избытком. Мед – это сладость. Это десерт. Это присутствие Божие. Это жизнь чудес. Это не просто ты спасен. Ты еще наполнен. Твоя жизнь цветет. Поэтому я бы не советовал вам принимать какие-то эмоциональные решения. Необдуманные. Постарайтесь осознавать то, что вы делаете. И когда вы что-то говорите, когда вы что-то просите у Бога, осознавайте. Очень важно осознать. И когда ты, вот простой верующий, допустим, ты осознаешь, что ты веришь в Бога. Просто осознай, остановись. И поразмысли над этим. Я верю в Бога. Прокрути это еще раз внутри себя. Осознай, насколько ты счастлив. Этого могло не случиться. Ты бы мог сейчас верить в чушь какую-нибудь. Но ты поверил в Бога. Представь, какая привилегия дана тебе. Какой ты счастливый. И это не потому, что ты хороший. А потому, что хороший Бог. Потому, что любящий Бог тебя нашел. Написано, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Представь. Вот как люди, они ищут ископаемых. Где-то внутри, где-то глубоко. Не так легко найти тебя было. Ты как вот этот тот самородок. Ты где-то был глубоко под каким-то слоем. И Бог тебя нашел. Осознай, в чьих руках твоя жизнь. И тогда придет свобода в твою жизнь. Придет истина. Соответственно, придет и свобода. Поэтому, если ты откуда-то вышел, знай, тебе надо куда-то войти. Иначе ты умрешь в пустыне. Там умирают все буйные, все гордые, все плотские, все ропотники. Умирают именно в пустыне. Это место смерти. Иисус тоже чуть ли не умер в пустыне. Написано, он на сороковой день взалкал. Это означает, приступил к нему смертельный голод. Но из-за того, что он не был бунтарем, он не был буйным, он любил отца, написано, что пройдя все испытания, к нему приступили ангелы и служили ему. Служили ему, покормили его, помогли ему. Итак, тема проповеди будет называться «Вера. Ключ к переменам». Возможно, ваша ситуация может не меняться годами. Годами вы чувствуете себя несчастным, невостребованным. Вы чувствуете, что как будто бы ничего не двигается. Никуда ничего не двигается. Только все к худшему. Стареешь, в зеркало смотришь, уже не тот. И так далее. Возможно, ваша ситуация может не меняться к лучшему. Годами, десятилетиями. Вашу болезнь не могут вылечить врачи. Они ее просто держат в узде. Как просто на привязи контролируют. Но ты не можешь получить исцеление или освобождение. Возможно, ты одинок. И ты хотел бы найти любимого человека, которому бы ты свою любовь проявлял бы. И так люди созданы. Получать и отдавать. Мы как аккумуляторы. Получаем, отдаем. И в этом, когда это происходит, вот эти два фактора. Получаем любовь, отдаем любовь. Получаем любовь, отдаем любовь. И возможно, одинокие люди, они не получают любовь, соответственно, не могут отдать ее никому. Но я хочу вас обрадовать. Как только вы начнете верить, все начнется меняться. Все начнет меняться. Все начнет меняться. Та стена, которая вас удерживала от счастья, в ней появятся трещины. Вы скажете, как? Именно. Вот так всегда и происходит. Потому что вера приводит к переменам. К большим переменам. Иногда мы думаем и просим кого-то, помолитесь, сделайте. Ты не представляешь, какая сила в тебе самом, внутри тебя сокрыта. Если ты принял Бога, знай, что тот Бог, который живет в тебе, он не меньше, чем Бог, который живет во мне или в каком-то большом служителе. Мы на разных уровнях развития, может, понимания, зрелости. Но Бог, рождаясь в нашем сердце, он у всех одинаковый. Всемогущий, я имею в виду. И только наше мышление может его ограничивать. Не пускать ему, не дозволять ему. Послушайте, может быть, вам поставили какой-то плохой диагноз. И вы все, и вы теперь понимаете, что вам жить теперь с этим. Не смиряйтесь с этим. Не смиряйтесь с этим. Не смиряйтесь с вашей болезнью. Не смиряйтесь с вашим одиночеством. Не смиряйтесь и не говорите, что это мой крест, это на роду написано. Так до конца и будет. Я знаю, что так мне надлежит жить вот так плохо, вот так дискомфортно. Нет, нет, нет. Всегда Иисус возвращает нас в начало. К Иисусу подошли фарисеи, искушая Его. Они постоянно искушали. Вот как змеи. Поэтому Иоанн правильно их обозначил. Вы змеи, порождение Ехиднины. Вы дети змеи, вы змееныши. Ваш отец дьявол. Вот так он многим людям, фарисеям, которые просто искушали Его. Они не искали ответ. Они Его искушали. И представьте, они Ему говорят про развод. По всякой, учитель, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. И он говорит, что нет. А как же Моисей? А Моисей разрешил. Подождите, Моисей или Бог? Вы у кого спрашиваете? Моисей, что, Бог, что ли? Да Моисей страдал от вас. И тогда что Иисус ответил им? Но в начале так не было. Иисус всегда возвращает нас в оригинал. Оригинал – это самое начало. Поймите, когда мы хотим увидеть и понять, например, болезнь, наверное, мне Бог ее послал, чтобы я смирялся, чтобы я задумался там или что-то. Послушайте, если вы верите, что болезнь – это воля Божья, тогда вы проверьте. Если вы хотите проверить, воля ли это Божья, проверьте, что было в начале. Да, на самом деле Адам с Евой были больны, когда Бог их сотворил. Это чтобы они не возгордились, что они цари, царь и царица земли. И поэтому у Адама была одна нога, а эта Ева ездила на инвалидной коляске. А это чтобы они не возгордились. Это так нужно было. Послушайте, не было такого. Не было такого, пока не пришел дьявол. Вы благодарите Бога за дьявола, за то, что дьявол делает. Вы приписываете это Богу. Но почему вы так это делаете? Потому что вы не общаетесь с Богом. И вы, соответственно, его не знаете. И вы приписываете дела дьявола Богу. Потому что вы с ним не общаетесь. Поэтому я вас призываю всегда идти в начало. В раю было хорошо, там была жизнь настоящая, там было общение с Богом, там была защита, там не было ни в чем нужды. Поэтому если вы хотите узнать, воля это Божия или нет, то идите в начало. Идите в начало. А Моисей разрешил, а Моисей сказал, а Моисей, а Иисус говорит, да? Вы что-то берете за основу? Давайте тогда за основу возьмем начало. То, для чего Бог сотворил человека? Чтобы человеку жить было хорошо, а не плохо. И многие люди думают, что если я приду к Богу, плохо все будет в жизни? Плохо. Послушайте, когда я пришел к Богу, в моей жизни все хорошо стало. Еще лучше. Я не представляю жизни без Бога. Я хотел бы прочитать одну историю об одном начальнике, большом человеке, который обратился к Иисусу за помощью. Давайте мы откроем Марка, 5 глава, 22 стих. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Аир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. То есть мы прочитали сейчас отрывок, эпизод из этой истории, что произошла большая трагедия в жизни человека, в жизни одного мужчины, одного отца. Его дочь болела и была при смерти. Это очень серьезно. И уже ходили слухи об Иисусе, что Он исцеляет людей, что Он восстанавливает жизни. И, услышав это, это сподвигло его. Почему, братья и сестры, нам нужно свидетельствовать об Иисусе, что Бог сотворил в нашей жизни? Вы, конечно же, можете говорить что-то великое, Бог творит, но не забывайте, что расскажите также о себе, что вы были в какой-то трудной ситуации, и вам Бог помог. Потому что это надо слышать другим людям. Как же им тогда выйти? Кому они будут обращаться? Часто люди вообще не знают, кому обращаться за помощью. У них нет ничего, и никому им некуда идти. И вот благодаря людям, которые свидетельствовали об Иисусе, начальник синагоги, представьте, он приходит к Иисусу, падает к его ногам и просит, приди, помолись. Вот точно так, насколько ты даешь Иисусу действовать, вот как бы здесь он и будет действовать. Например, сотник говорит, не ходи, а просто скажи слово. Это его вера была, вера сотника. Она его привела к переменам каким? То, что его слуга остался жив и был полностью здоров. Я не думаю, что у его слуги там головка болела, там пальчик болел или просто температура. Написано, что ему было очень плохо. Сотник – это вообще оттренированный римский солдат, офицер. Я не думаю, что из-за какого-то пустяка он пошел бы к Иисусу. Я думаю, что там серьезно болел его слуга. То есть просто так к Иисусу никто не приходил. Знаете там, просто так. Я пойду сейчас просто так. То есть всех что-то двигало к Иисусу, какая-то нужда, какая-то беда. И вот смотрите, но начальник синагоги Иаир, он, например, верил и представлял Иисуса так, что вот он придет, руку положит и она исцелится. Вы знаете, Иисус уважает нашу веру. Если наша вера на таком уровне, он тоже будет действовать и он согласится Иосифа, написано, Иисус пошел с ним, 24 стих, Иисус пошел с ним, он согласен с твоей верой. Если у тебя есть хотя бы маленькая вера, например, что кто-то возложит руку на больного человека и человек будет здоров, Господь пойдет с тобой, он будет там, он будет действовать, Дух Святой будет действовать. Читаем 35 стих. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла. Вы представляете, отцу такую информацию услышать? Дочь твоя умерла. Вы представляете, как будто молотком огрели по голове. Как ты можешь принять эту информацию? Это тяжелая информация. Твоя любимая доченька, все, она умерла. Что еще утруждаешь учителя? Отпусти учителя. Знаешь, всегда дьявол к тебе подойдет и скажет тебе какую-то информацию. Все, больше к Богу не обращайся. Видел? Видел? Ты только начал. Тебе показалось, что что-то начало происходить. Видишь? Все, умерла. Все, ситуацию уже не решить. Уже не решить. Поэтому оставь Господа. Что еще ты утруждаешь учителя? Но тут вмешивается Иисус, слава Богу, за Бога. 36 стих. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Нам нужно понять, что у нас происходят диалоги внутри. Мы сами разговариваем, ситуации с нами разговаривают. С нами ведут диалоги, беседы. И мы иногда просто уже опускаем руки и говорим, да, уже все, и Бог даже не поможет. Это тебе дьявол сказал, что он не поможет. Ты его послушался. Потому что то, что тебе Иисус сказал, не бойся, только веруй. Представьте, Иисус это сказал после того, как его дочка умерла. Так верить надо было, что он придет руку возложит. А что ж теперь-то? Она же уже умерла. Вот так многие люди останавливаются, и у них нету прорыва. Они куда-то выдвинулись, пошли, и знаете, что? Их остановили там. Больше они к Богу не обращаются. А зачем? Зачем к Богу обращаться, если он все равно не слышит? Если он все равно не помогает? Я сколько раз пробовал. Читаем дальше. Иисус сказал, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, и брата его, Иакова. Приходит дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. Он видит вот эту всю обстановку. Представьте, на тебя это все давит, давит, давит морально. У тебя побежали все картины, какая она была маленькая, была хорошенькая, как ты с ней проводил время, как ты представлял ее, ты будешь выводить ее под алтарь или что-то. Все, теперь все рухнуло, тебе вот это все теперь навеивает весь траур, траур, церемония, все плачут, рыдают, на тебя все дают. Постой, постой, не поддавайся этому давлению, не поддавайся депрессии, не поддавайся дьявольским атакам. Внимательно услышь, что тебе сказал Бог и за это держись. если тебе Иисус предупредил, заранее тебе сказал не бойся только веруй, знай, придут атаки, твоя вера будет атакована, но ты не бойся, не бойся и не признавай это, не давай этому значения, не делай это авторитетом, только веруй. Знаешь, что значит веруй? Доверься тем словам, что сказал Господь. Положись на них, положись на те слова, которые тебе Господь сказал. Вот почему важно слышать, что говорит Господь, потому что чаще мы слышим, что говорит дьявол. В мыслях, как он говорит? В мыслях тебе приходят мысли, это мысли не от Бога, негативные, а радостные мысли, мысли, которые тебя приводят к чему-то невозможному. Это мысли от Бога. 39 стих. И войдя говорит им, что смущаетесь и плачете, что вы делаете тут за театр. Девица не умерла, но спит. Тебе важно поверить в невозможное. Тебе важно поверить, как вот Иисус сказал, определил. потому что только что информация поступила. Мертва. Мертва. А знаете, люди просто так не будут говорить, что человек мертв. Они же сначала сделают, пульс пощупают, они посмотрят, не дышат, понимаете, тело окаменело. Сначала сделают заключение, только потом будут говорить, что человек мертв. То есть все было сделано, заключение, экспертиза, можно сказать, народная. и был поставлен все, уже точка приговоре, мертв. Эта девочка мертва. Но если мы верующие, если мы хотим видеть перемены в своей жизни, нам нужно верить Господу больше, чем людям. Пусть люди говорят, они говорят, потому что они так понимают. А я верю Иисусу, потому что я так хочу понимать. Я хочу поверить в то, как он видит ситуацию, а не как видят люди. Люди же ничем мне не могут помочь. В этой ситуации мне просто будут сожалеть и все. Они мне помочь не смогут, плакальщицы. Мне сможет Иисус помочь, который сказал, не бойся, но только веруй. И она не умерла. Я должен внимательно слушать, что в тяжелой ситуации мне говорит Бог. Вера выводит нас из нашей зоны комфорта. Зона комфорта в Артемея это было сидеть и просить. Там ему он уже комфортно себя чувствовал, он все знал, он был уверен. Но ходить за Иисусом по дороге это что-то новое. Господь тебя выводит из старого в новое. Но как? Только благодаря твоей вере. Если не проявится твоя вера, никуда тебя Иисус не сможет вытащить, потому что Он никого не выдергивает. Он говорит слово, если тебя зацепило, если ты принял и уверовал в это слово и начал действовать, значит вы согласились вместе идти куда-то, делать что-то. Но многие люди боятся, их страх сковывает, а вдруг не получится, а вдруг, вдруг, и они так никогда ничего не пробуют, и поэтому проходит их жизнь, им вспомнить нечего, им вспомнить нечего, ни чудес, ни знамений, ничего в их жизни не происходит. Так какой смысл тогда верить в Бога? Есть смысл верить в Бога и действовать, когда Он тебе что-то говорит? Я вам скажу, то, что я нигде еще никогда не говорил. К нам на собрание пришел один человек несколько лет назад, и он сидел у нас на собрании. И после собрания верующий человек, он сказал, а почему бы вам не делать съемку, видеосъемку? Делайте, и вот люди, которые не смогли попасть по каким-то причинам на собрание, они смогут вас увидеть. И вы знаете, я принял это как слово Рема, руководство к действию. Потом я получаю от Господа подтверждение. Господь мне слово говорит, начинает, и я понимаю, сейчас со мной говорит Бог, я не просто читаю Библию. И сегодня вы видите, вы видите, что международное служение, почему? Не потому, что кто-то, тут стоит оратор какой-то великий, тут стоит великий, великий, великий человек, тут стоит простой человек, который просто вовремя сказал, да, Господь, я сделаю. у нас есть выход на 80 стран, это служение, 80 стран, вы спрашиваете, вы смотрите физическими глазами, вы ничего не видите, а я вам скажу, это служение уже затронуло 80 стран, 79, 70 с лишним, около 80. Я не говорю, что полностью страны охвачены, я говорю, что оно вышло, слово распространилось, потому, что человек, через человека Бог проговорил ко мне, и я не сказал, что да, что ты тут знаешь, вот мои люди, а Бог говорит, раскинь пределы шатра своего, не стесняйся, а я бы мог стесняться дальше, а я не стеснялся, и вы знаете, что я сделал, я пришел на собрание, и сказал, вот здесь у нас будут стоять камеры, сегодня, там, где я показывал, стоят камеры, я начал пророчествовать, это было по вере, вера стала действовать, поэтому вы смотрите передачу, которая называется вера в действии, вера в действии, вы спрашиваете, что мы делаем, мы просто слушаем, внимательно, что Бог говорит, внимательно, все, пошел, пошел, пошел контакт, Господь стал говорить, сразу начинайте действовать, написано, они тотчас оставив в сети, последовали за Ним, не через два дня, не через неделю, никогда свои дела доделали, они не сказали Иисусу, знаешь, Иисус, спасибо за предложение, я доделаю дела, ничего, мне еще год до учиться там, и я тогда пойду за тобой, сейчас надо, сейчас надо, сейчас тебе Господь говорит, следуй за мною, если, представь, если Господь тебя откуда-то выдергивает, и Он тебе говорит, следуй за мною, ты должен понять, что Он Бог, который был до твоего рождения и будет после твоей смерти, Он позаботился уже о всей твоей жизни, и все мудрое, что ты можешь делать, просто сказать Господу, дай пойти за Ним, довериться, что твоя жизнь будет самым лучшим образом прожита, потому что ты доверился Ему, слава Господу, когда вы слышите Господа, начинайте Ему верить, не просто слушайте, потому что вы становитесь ответственными, если вы услышали Господа, и вы не сделали, вы ответственны, Господь скажет, почему ты не сделал, ответ будет простой, потому что пришел дьявол, и тебе другое сказал, и ты начал головой крутить, то на Бога, то на дьявола, то на Бога, то на дьявола, то один говорит, то другой говорит, и ты выбираешь кому верить я становился такой дьяволом легче ничего делать не надо там хуже с богом ты сделал ты живешь в победе ты живешь в счастье ты знаешь и ты осознаешь кого ты веришь куда ты идешь ты осознаешь свое будущее такой мир приходит такое счастье приходит такая радость приходит комфорт приходит ты знаешь что ты застрахован навсегда 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 навечно ты застрахован богом пусть вас бог благословит